К нашему эфиру присоединяется правозащитница и исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. Александра, приветствуем. Александра, уже известно, что юристы-правозащитники сейчас работают с прокурором Украины и готовят досье о военных преступлениях для передачи в Международный уголовный суд. В том числе это касается и очередной попытки Российской Федерации организовать голод в Украине. А насколько в Международном уголовном суде сейчас готовы принимать эту информацию и охотно интересуются действительно теми преступлениями военными, которые совершает Российская Федерация? Александра, я прошу прощения, вынужден вас перебить. Сейчас мы вас перенаберем, поскольку возникли определенные проблемы со связью. Вас плохо слышно в эфире. Напоминая эту тему, которую будем обсуждать с Александрой Романцовой, юристы-правозащитники, работающие с прокурором Украины, готовят досье о военных преступлениях для передачи в Международный уголовный суд, обвиняя Россию в умышленном причинении голода во время 18-месячной войны. Цель состоит в том, чтобы задокументировать случай, когда российские оккупанты использовали голод в качестве оружия войны, предоставив Международному суду доказательства для начала первого в своем роде судебного преследования, которое могло бы предъявить обвинение российскому президенту Путину и другим представителям российского руководства. Ну и сейчас мы опять-таки попробуем присоединить к нашему эфиру Александру Романцову, правозащитнику, исполнительного директора Центра гражданских свобод. Александра, вторая попытка. Рада вас слышать. Взаимно слышно, кстати, идеально, поэтому класс. Действительно, это очень важно, когда юристы прорабатывают определенные типажи международных преступлений и предлагают Международному уголовному суду уже набор кейсов, которые подтверждают такую вещь, как системность, и то, что это приказы самых высоких уровней либо политического руководства, либо армейского руководства. Потому что Международный уголовный суд – это не совсем привычная для нас прокуратура. У Международного уголовного суда, в отличие от большинства международных механизмов правосудия, есть свой расследовательный орган. И когда государство с ним сотрудничает, то происходит такая комплементарность. То есть наш генеральный прокурор в Украине может передавать кейсы. В данном случае это кейсы по статье «Доведение до смерти голодом, либо отсутствием воды, либо отсутствием каких-то необходимых услуг для цивильного населения, гражданского населения». И поэтому в данном случае это очень хорошая системная работа, когда юристы уже подготавливают эти кейсы. Международный уголовный суд не возьмет все наши тысячи кейсов, которые задокументированы. Только в нашей базе трибунала для Путина, инициативы, которые документируют военные преступления 24 февраля, у нас 52 тысячи. Генеральная прокуратура открыла более 100 тысяч уже производств. Так вот, Международный уголовный суд, он не возьмет все. Ему нужны самые большие, самые системные, и там, где можно доказать личную ответственность тех, кто эти приказы отдал. Президента Российской Федерации, главнокомандующей, генерала фармии, либо каких-то других одиозных персонажей. Потому что когда они принесут кейс уже в зал суда, в ГАГе, то этот кейс должен быть железный, то есть у нас должно быть 100% подтверждение доказательной базы, что это большое системное преступление, что было намерение в данном случае, системность, то, что это происходит в разных районах, куда пришли российские солдаты, тоже такое доказательство, и что у нас есть возможность доказать, что был отдан такой приказ. Это не просто инцидент исполнителей, что это был приказ отдан, и это системно происходит. Это не просто. Поэтому так хорошо, что нам помогают международные консультанты, потому что Global Compliance Group работает с нами с 2014 года, они приехали в Украину с 2016 года, анализировали даже законодательство Украины, которое нужно было поменять для того, чтобы отвечать на угрозы таких международных преступлений. Они помогают формировать, очень хорошо зная методику международного уголовного суда, они помогают формировать кейсы таким образом, чтобы они максимально подходили под все эти критерии. Наши, например, трибуналы для Путина тоже готовят такие обращения, два наших обращения, которые мы сделали на основе нашей задокументированной базы, это обстрелы цивильных объектов, и второе, это геноцид в Мариуполе. Следующие буквально завтра мы будем презентовать в Украинформе, которые будут касаться расстрелов цивильных и неправомерного задержания, в том числе, например, пленения гражданских лиц. То есть это то, что мы можем сделать для того, чтобы подтолкнуть международную прокуратуру к открытию таких кейсов. Александр, складывается такое впечатление, как будто расследование этих военных преступлений российских оккупантов длятся в вечность. Это действительно так? Это очень бюрократизированный процесс? Или это исключительно такое ощущение? Это потому, что мы, к сожалению, с вами не очень привыкли к качественному правосудию. Дело в том, что правосудие, это действительно дебатируемый процесс, то есть в Международном уголовном суде есть защита, и эта защита суперкачественная. Эта защита будет проверять правильность каждой процедуры сбора доказательств, есть ли у нас документы по возможности на все факты, про которые мы говорим, есть ли у нас проверенные свидетели, которые не меняли свои показания. Почему, например, Международный уголовный суд старается важных свидетелей просить не давать интервью, потому что люди, когда много раз дают интервью, они могут что-то поменять. И вот именно этого свидетеля может разбить в пух и прах потом в судебном зале защита, которая должна быть качественной. Иначе мы с вами не докажем, что действительно страшное международное преступление, а это самые страшные преступления в мире, действительно произошли в Украине. Украина имеет право на репарации, на какие-то политические решения в результате этого. То есть ставки настолько высоки в Международном уголовном суде, что процесс должен быть очень качественный. Ну и плюс есть нюанс, например, что невозможно человека обсуждать его вину без его присутствия. Соответственно, до тех пор, пока мы не арестуем, не привезем в ГАГу непосредственно, ну, например, Путина, по кейсу, который мы все знаем, да, о том, что он публично заявлял, что да, мы тут детей транспортируем, эвакуируем и интегрируем, потому что украинской культуры не существует. То есть вот даже при таких, что вот есть прямые записи, он это говорил, да, но чтобы его осудить в зале суда, его нужно привезти. Поэтому действительно многие из этих кейсов, они не быстрые. Но они имеют значение на всех этапах. То есть то, что кейс открыт Международным уголовным судом, уже имеет политическое значение. То, что прокуратура заявила те обстоятельства, те свидетельства, которые они собрали, чтобы доказать, почему они, собственно, простите, по-русски не так часто говорю, почему они обвиняют на самом деле именно этого человека. То есть там есть уже этапы, когда презентуются, например, доказательства, почему эта вина действительно вероятна. Все это имеет значение. Мы с вами никогда не имели даже этих этапов. Мы с вами не имели осуждения ни голодомора, ни осуждения расстрелов Сандармохи, наших культурных деятелей. Мы с вами ничего не имели из всего пути, который называется правосудие. Поэтому для нас важен каждый этап. Когда уже что-то назвали преступлением, конечно, нам бы хотелось, чтобы все это закончилось осуждением того человека, который это приказал, и тех, кто это исполнил. Но половина тех, кто исполнил, а может быть и большая часть, умрет на полях битвы. А те, кто это приказал, вполне вероятно, умрут в своей политической среде, потому что там такие законы. И поэтому это вовсе не означает, что нас должно остановить от правосудия, и от юридического процесса, и, возможно, даже предложение каких-то новых процессов, какого-нибудь киевского протокола в международном гуманитарном праве. Потому что Украина показала сейчас недостачу этих механизмов. Так что работы у нас с вами и для себя, и для всего мира очень важны и очень много. Эксперты в ООН заявили, что есть новые свидетельства военных преступлений в Украине. Можете об этом рассказать? Да, постоянно в Украину приезжают международные разные расследовательные миссии. Почему так важно, что есть же украинцы, которые документируют, есть прокуратура, которая документирует. Но, тем не менее, если мы хотим, чтобы весь мир признал, что эти свидетельства, эти новые доказательства, они объективны. Они не потому, что мы сторона конфликта, и потому что это все русское считаем плохим. Мы должны взаимодействовать именно с такими независимыми расследовательными миссиями, которые приезжают. И эти миссии, слава богу, приезжают часто. У нас есть возможность их сводить со свидетелями, с потерпевшими, делиться с ними теми свидетельствами, которые мы нашли. Они как бы их в данном случае валидируют. То есть они становятся признанными, потому что международная независимая миссия с достаточной квалификацией признала их важными. И дальше все эти данные, все эти отчеты становятся частью, грубо говоря, абсолютного общего знания, согласия, что такое правда. Что Вуча — это не придуманное журналистами, не снятое, а что это действительное преступление действительно произошло. Что то, что было в Изюме, это действительно произошло. И это не просто журналисты за хайпом гнались, создали какие-то фотографии. Действительно там было преступление и так далее, и так далее. То есть Херсон, взрыв на Каховской дамбе. То есть все эти вещи таким образом валидируются. Международные миссии их признают, они поднимаются на уровень политических решений таких организаций, как ООН, которая сама по себе ничего не делает. ООН — это набор всех государств в мире. И чем больше эти государства будут видеть такую проверенную информацию, тем больше они реагировать должны политически, принимая какие-то резолюции или запуская какие-то процедуры, которые мы хотим. Например, Международный трибунал против преступления и агрессии. Вот поэтому это так важно. Мы абсолютно сотрудничаем со всеми. Есть несколько таких миссий. Одна из них приехала от Офиса демократии и прав человека ОБСЕ. Есть миссия, которая приезжает от ООН, от генерального секретаря. Есть миссия, которая приезжает от Совета прав человека. Есть московский механизм, он тоже в ОБСЕ. Есть отдельные миссии. Например, приезжают спецдокладчики, которые тематические, например, по пыткам. И их слово особо важно, например, в вопросе пыток. И в том, что принцип освобождения наших пленных должен быть одним из первых пунктов любого диалога, например, с Российской Федерацией. Например, экономического. Поэтому так важно с этими международными миссиями взаимодействовать. Ну и плюс это устанавливает действительно абсолютное понимание, кто жертва, кто агрессор. И, например, что у нас невозможно наши действия сравнивать абсолютно одинаково, что здесь есть вот такие нюансы. Александр, спасибо вам большое за то, что так интересно рассказали о такой важной теме. Интересно и доступно, главное. Александра Романцова, правозащитница и исполнительный директор Центра гражданских свобод. Будем надеяться, что все приговоры будут применены, и преступник будет сидеть на скамье подсудимых. Спасибо огромное. Спасибо большое.